Приветствую вас, уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Пришла сегодня посылочка с таким пинпойнтером, называется Gnome M. Чем привлекательна эта модель? Тем, что он сделан самодельный. Корпус сделан на 3D принтере. И сам по себе небольшой, довольно увесистый приборчик. Тест сейчас проведем, посмотрите. Что мне понравилось, что он недорогой. С многотональной озвучкой. Запитан батареей 18000 мАч и подзаряжается от USB. Также в приборе присутствует светодиодная подсветка. Включим и посмотрим. Сейчас проведем небольшой тест и посмотрим, стоит ли брать этот прибор или нет. Возьму одну копеечку СССР и начнем медленно подносить. Почти чуть больше трех сантиметров. Три. И чем ближе я подношу к пину монету, тем более пронзительный сигнал. Сбоку ловит полтора сантиметра. Проверим. Две копеечки СССР. Две копеечки Три с половиной сантиметра. Сбоку по всей длине видит на полтора. Три копеечки СССР. Четыре. Четыре с половиной. Пять копеек. Тоже четыре с половиной. Но сбоку уже видит уверенно на два на два сантиметра и где-то два миллиметра. пять копеек николаевского формата. Четыре. Четыре с половиной сантиметра. Из двух сантиметров уже пронзительно кричит. Сбоку видит на три сантиметра. Ну и возьмем теперь пятак Екатерины. Четыре с половиной. Сбоку. Четыре с половиной. три сантиметра уверенно. Возьмем серебряную печатку. Два сантиметра. Сбоку чуть больше сантиметра. А поднесем как кольцо. Три сантиметра. Сбоку два. Друзья, как видите, такой недорогой пинпоинтер. Довольно функциональный. Свои функции выполняет. Расстояние до монет берет неплохо. Будет хорошим помощником в нашем хобби. А теперь, друзья, решать вам, стоит ли брать профессиональный прибор, который стоит в разы дороже. Или попробовать купить все-таки у умельцев самодельный. Пишите в комментариях, что думаете об этом. На этом буду заканчивать, друзья. Спасибо. Спасибо вам, что смотрите, комментируете. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.